Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова увидим на проекте Мазин Холли Плей. Сегодня будет такое интересное видео, такое душевное, поэтому я вам советую посмотреть от начала до конца. Также не забывайте то, что у меня есть свой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холли Плей. В этом видео я вам покажу, получается, свою фуру, это именно мой личный Рено Магнум, получается. И я на нем за год проехал 150 тысяч километров, мы немножко поговорим на эту тему. Также я выбью в компании фуру, а какую фуру я выбью, вы узнаете уже чуть позже. Также будут некоторые моменты с вебочкой, поэтому всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что, пацаны, заходим на проект Амазин Холли Плей, давайте введем мой парольчик, в принципе, от аккаунта. И зайдем к себе домой. Я сегодня целый день не заходил, сейчас посмотрим, что там вообще происходит на моем аккаунте. Сегодня будет, как вы поняли, пацаны, ламповый такой видосик, но очень интересный, поэтому посмотрите его от начала до конца, я думаю, вам это понравится, потому что видосик реально будет душевный, такой информативный, поэтому смотрите его от начала до конца, также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Итак, давайте зайдем, посмотрим, что там по промокоду, потому что надо посмотреть, возможно, там есть деньги. Да, есть 250 тысяч. Пацаны, большое спасибо, кто вводит мой промокод. Мой промокод уже ввели 1661 человек, я считаю, это очень даже неплохо. Забираем 250 тысяч, большое вам спасибо. Итак, пацаны, давайте сейчас перейдем в гараж, и я вам покажу, о чем вообще сегодня будет видео. Хотя, я думаю, вы и так уже догадались, потому что в названии, либо в превью я уже все рассказал. Итак, давайте пишем слэшкар, и получается, берем вот этот автомобиль, это получается моя рабочая лошадка, это Рено Магнум, на котором я проехал за год, пацаны, 150 тысяч километров. Я считаю то, что об этом нужно записать видео, потому что, ну, не каждый столько проедет на своей фуре за год километров. 150 тысяч километров, это реально очень много, потому что, ну, на личной фуре столько проехать, да и вообще на личной машине столько проехать, мне кажется, это очень много. Давайте я вам это покажу вообще, то, что, ну, здесь действительно такой пробег. Вот, смотрите на спидометр, в принципе, пробег 150 тысяч, 18 километров. Это реально, пацаны, очень жестко. Давайте покажу карпас для тех, кто не знает, что это вообще за Магнум. Вдруг кто-то первый раз сможет мое видео. Так, получается, это Магнум почти в полном тюнинге, здесь есть все, кроме аудиосистемы. Вот, цена у него 15 миллионов. Целостность маленькая, но я ее подчиню, в принципе, это не проблема. Пацаны, в чем вообще весь прикол этого видео? Прикол в том, то, что почти уже год прошел. Чтобы вы понимали, я купил этот Магнум, получается, в прошлом году, 14 мая. А сегодня у нас, получается, по-моему, 6 мая, когда я записываю это видео. Ну, короче, почти 7 мая, получается. У меня, кстати, пацаны, есть видео на канале, как я его купил. Я его обменял, получается, на Роуз-Ройс и на Вольво. Ну, то есть, я дал Роуз-Ройс и Вольво в обмен на этот Магнум. Но этот Магнум был без номеров, получается, только с чипом. И я уже лично на него номера поставил, потом сделал полный тюнинг. И вот получилось такое чудо. Я ссылочку, пацаны, видео оставлю, где я его покупал. Возможно, вам будет интересно посмотреть, какой он был, когда у него был маленький пробег. Кстати, когда я его покупал, на нем пробег был 1800 километров. А сейчас на нем пробег, получается, 150 тысяч, пацаны. Это, реально, очень жестко. Я предлагаю в этой серии, пацаны, сделать пару рейсиков, скорее всего. Я хочу поехать сейчас в ВС-100, попробовать его переделать. Потому что он в таком виде у меня уже, по-моему... Как его вышло, я его в такой вид сделал, в принципе. И внешний вид его не менял. Но сейчас я хочу поехать в ВС-100, получается, и изменить его внешний вид. Так сказать, сделать ему такой, знаете, яркий, праздничный, вечный вид. Потому что все-таки 150 километров проехали. Эта машина мне служит верой и правдой. Я на ней заработал там около 200 миллионов, мне кажется. Может, даже больше. Потому что я был за месяц 30 лямов зарабатывал. А этот магнум у меня, получается, уже год почти. И на этом магнуме я вкачал свой скилл дальнобойщика. Кто не в курсе, у меня, кстати, 100-й скилл дальнобойщика. 100-й скилл дальнобойщика я вкачал именно на этой машине. Поэтому ее продавать я не собираюсь. Так, пацаны, с дисками я уже определился. Я хочу купить диски, которые красятся. Потому что, ну, это реально охуенные диски, которые красятся. Чтобы они были стандартные такие, там, серые, белые. Типа, ну, это хуйня, реально. Я не знаю, какие покрасочные работы. Но вот этот винил у меня был. Этот винил у меня сейчас стоит. А этот винил, как бы, я еще не ставил. Но я не знаю, будет он смотреться вообще или нет. Можно, конечно, его там в красный покрасить и погонь. Давайте, может быть, так и сделаем. Нихуя себе, сколько винил стоит. Я что-то думал, подешевле будет. У меня вообще деньги есть, как бы. Я просто не помню. Да, все, я купил винил. Так, теперь давайте перекрасим. Все, я купил, пацаны. В итоге я потратил, ну, почти все свои деньги, получается. Ой, как же тут лагает. У меня 14 FPS, пацаны. Я извиняюсь. Я реально извиняюсь, у меня тут... А что тут вообще происходит? А что там так машин много? Я думаю, что мне так лагает? А там машин, в принципе, сколько много. Тут, походу, какая-то ярмарка или... Все, пацаны, получается, я взял уже в первый рейс в порт 92-й скилл. Кстати, я вот подумал, блин, я хочу все-таки его немножко переделать, потому что, как бы, я хотел его праздничный сделать, а он какой-то черно-красный, знаете, такой, ну, не праздничный. Поэтому сейчас я заработаю денег на дальнобойчиках, и потом мы уже поедем, получается, я сделал винил белый. Минуточку внимания. Хотел бы посоветовать вам канал начинающего тубера. Называется он Ламповый Амазинг. Парень делает стримы по Амазингу, также делает стримы по CSGO. Я думаю, вам это будет интересно. Также снимает видосики по Амазингу. Путь к бизнесу снимает. Покупает разные аккаунты, получается, на Амазинге и проверяет их. Поэтому, пацаны, всем рекомендую. Ссылочка на его канал будет в описании под видео. Да, конечно, погоду вообще очень классную включили, пацаны. Прям дождь идет. FPS проседает прям по кайфу. Ну, блин, я не люблю дождь в КРМП, потому что он максимально убогий, пацаны. Он вообще просто никакой. Как будто, знаете, у вас какие-то помехи на экране, знаете, типа, как на старых телевизорах что-то шипит. Вот то же самое происходит у меня на экране. Потому что, ну, дождь вообще в КРМП нереалистичный, поэтому я его не люблю. Из-за дождя еще машина вообще неуправляемая становится полностью. Охуенно, пацаны. Просто себе спокойно ехал, никого не трогал, и тут выехал белый Ренш навстречу и снес меня. И в итоге у меня взорвался прицеп, сломалась машина. Заебись, еще ремки нету. Слабо, что есть кит хотя бы. Уже что-то радует меня. Ну да, красный ему не очень идет с этим винилом. Был бы другой винил, было бы заебись. Фух, наконец нормальную погодку сделали, потому что дождь это вообще, ну, ни о чем. С ним графика вообще не работает, поэтому лучше пусть эта дождь постоянно выключает, потому что, ну, он вообще никакой. Давайте берем следующий рейс, получается. Ну, вот есть сотый скилл, в принципе, получается в южный. Давайте его возьмем. Я думаю, сейчас как раз отрезаем, и можно будет перекрасить винил. Я бы мог, конечно, деньги снять с банка, но зачем это делать? Как бы я лучше сейчас быстренько заработаю, в принципе, и мы как раз поменяем, получается. Все, пацаны, я, получается, уже подъезжаю. Блин, что-то в южном так, пацаны, лагает, я не понимаю, из-за чего. Наверное, из-за того, что там людей много будет за останки, но я не знаю, что там проходит. Может быть, какая-то ярмарка, либо еще что-то. Я бы, конечно, мог графику выключить, и в PS было бы побольше, но у меня на кнопку F12 стоит, получается, включить записи и выключить. Поэтому я не могу этого сделать. Ну, так уже, знаете, поинтереснее смотрится, чем красный, как бы, но... Красный, конечно, тоже было неплохо, я не отрицаю. Но, блин, красный у меня сильно часто был на нем, поэтому лучше по-обычному сделать. Какой-то долбоёг, короче, работает там. Не будем на него внимания обращать. Ну, мне кажется, неплохо, неплохо. Диски еще выделяются, конечно, очень сильно, за счет своего яркого цвета, но в целом я считаю то, что нормально. Итак, пацаны, скорее всего, вы видите это уже в конце видоса, потому что суть видоса была не в том, что я сейчас буду выбивать фуру из компании, а именно суть видео была в том, что я накатал на Магнуме 150 тысяч километров за год. Но я решил все-таки вставить это видео. Я просто не могу удержаться. Сегодня у нас, получается, 30 апреля. А, скорее всего, вы это видео смотрите где-то 3-го числа. Ну, то есть 3-го мая, либо 4-го мая вы смотрите это видео. Но это не точно. Но я все-таки не удержался. Я хочу сейчас поехать и попробовать выбить фуру, получается. Давайте я вам покажу. Пишем в СМЕНЮ, получается, информация. И здесь у нас есть 16 наград. И за эти 16 наград мы можем выбить фуру, пацаны. Вот, получается. Случайный грузовик для компании. 16 наград. Большое спасибо пацанам, которые у меня в компании. Реально, не просто красавчики. Хорошо работают. Вот, получается, наш состав. Как бы не все здесь, конечно, работают хорошо. Но многие из них реально очень помогают компании. И благодаря ним мы берем топы. Итак, пацаны. Я, короче, даже специально вебочку включил, чтобы вы видели мои эмоции. Я извиняюсь за свой внешний вид. То, что я сижу без футболки. Но... Мне просто, пацаны, жарко. Я думаю, тот, кто сидит на стримах, тот, в принципе, знает. Итак, пацаны, давайте сейчас попробуем это сделать. Вот, если что, моя компания. Кирилл Гейм Компани. Бля, я очень хочу, чтобы выпал магнум, пацаны. Я очень сильно хочу. Давайте, я не знаю, потанцуем или не знаю, что-то сделаем, чтобы выпал именно магнум. Бля, пацаны, надеюсь, что это выпадет нормально. Так, вы можете обидеть свои награды на лучшая компания, на случайный грузовик. Так, я даже глаза закрою. Бля, лишь бы там магнум, пацаны, был, либо газон. Лишь бы там был магнум или газон, пацаны. Не, нихуя. Да ну нахуй, века выпала, сука. Ёбаная ты за лупа, блядь. Ёбаная ты за лупа, нахуй ты нужна, блядь, вообще, сука. Тварина, блядь, ёбаная. Пиздец, пацаны, тупо выпала и веку. Зато голуби, мне нужен жаколад. Я не нужен жаколад. Я тоже люблю жаколад. Ну нахуя он нужен? Вот нахуя? Ну лучше бы газон хотя бы выпал. Нет, выпал, сука, и веку, блядь. Мы сколько страдали просто, чтобы набрать эти награды, потому что их очень сложно, как бы, заработать. И в итоге выпала и веку. Ещё и 19 литров, пацаны. Я хуею просто, без баяна. Ну нахуя она выпала? Вот нахуя, блядь. Пацаны, напишите, пожалуйста, нахуя. Вот зачем она нам нужна? Не, я понимаю то, что когда все магнумы заняты, кто-то может взять и веку. Но, блядь, я не на это рассчитывал. Я хотел, сука, магнум, блядь. Понимаете, сначала выпала Вольва, потом и веку, и я думал, с третьего раза выпадет магнум. Нет, блядь, выпала и века обратно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok